Представители Украины на Евровидение группа Оторвальд. Они собираются спеть в Амстердаме и в Лондоне. Именно в этих городах пройдут крупные Eurovision Pre-Party. А между репетициями ребята, конечно же, подсчитывают критику в свой адрес. Хотя, по словам солиста группы Жени Галича, это нисколько не мешает ему оставаться уверенным в своей команде. Но у некоторых возникают вопросы. Честно ли он выбрал первое место, и почему выступление потенциального конкурента Рождена оказалось на волосок от срыва? Это знает Максим Узал, который не зря околачивался за кулисами. Для того, чтобы выяснить, кто как готовится к финалу, я пробрался на генеральную репетицию. Первым прогонялся Мэллоуин. Можешь все покосить в конце? В лучик тоже. Сразу замечаю, что номер отличается от того, что Мэл показывал в полуфинале. После твоего выступления на полуфинале у Джамалы были некоторые замечания именно к твоему выступлению. Ты послушал их и переделал все. Послушал и все переделал. Я согласен был с замечаниями Джамалы. Это то, над чем мы работали. Над проигрышем, над Ямой. Поменяли несколько моментов. И я думал, может ей понравится. Я не то, что для нее старался, прямо для нее, для нее, для нее, но ее рука тоже приложила какие-то усилия. Но и новый куплет жюри не понравился. В этот раз вы спели хуже, чем в полуфинале. Были огрехи в пении. Я не знаю, я не слышал, что я прямо не попадал. Я вообще не понимаю. Зрители оценили. Но это не помогло Мэллоуину попасть даже в двойку финалистов. Спасибо. Ребят, спасибо. Спасибо большое вам. На встрече на прогоне. Спасибо. Переходим к следующему. Номер его рождение. Я думаю, нормально. Можно с музыкой. Слушай, ну я сейчас пробую в дву. Может быть, это отлично. Так интересно наблюдать за артистами на репетиции, потому что на концерте они обычно накрашены в дизайнерской одежде. А тут вот, вот смотрю, в домашних кедах вышел. Вот в толстовке, в которой он утром еще яичницу жарил. Ну правда, это очень интересно. Так самобытно. Ну вот это та одежда, в которой я чувствую себя комфортно. Та одежда, в которой я не должен, скажем, которая не должна меня сковывать. Ну ты же понимаешь прекрасно, что когда ты выходишь на сцену в костюме, он говорит тебе, мужчина, ты в костюме. Да, то есть. Заблюдай рамки. Да, понимаешь. Поэтому, когда я на репетиции, я хочу чувствовать себя комфортно. Забегая наперед, скажу. На выступлении спортивный костюм превратился в белый пиджак. И даже тональность песни поменялась. Я на прошлом полуфинале побоялся, потому что я знаю, какие нагрузки происходят здесь перед выступлением. И я опустил себе на полтона фонограмму для того, чтобы чувствовать себя немножко комфортно. Сегодня я чувствовал себя гораздо более уверенно, потому что я слышал и думал, вот так я сочинял эту песню, вот так я хотел, чтобы она звучала. И она прозвучала. А позанимался же? Позанимался, конечно. Я відчула це с першого слова. Я відчула, что ты позаймался вокалом, и это дуже чутно. А мені дуже сподобало. Сьогодні було на 100% краще, ніж минулого разу. Получається, зря я переживав на репетиції, что Рожден не сможет хорошо выступить. Сейчас на сцене репетиция Рождена, но, насколько я слышал, она под большой угрозой. Дело в том, что один из бэк-вокалистов не приехал, и ребята прямо на ходу перед финалом переделывают партию. Непонятно, получится у них до последнего или нет. В итоге бэк-вокалист приехал под конец репетиции, и звук настроить не успели. Опоздал бэк-вокалист, да, на репетицию? Да. Почему опоздал? Ты хочешь, чтобы мы наказали его? Ты хочешь знать, что мы будем с ним делать сейчас в ремёрке? Да нет, он изменился, всё нормально, у всех всё бывает. А, просто я слышал, вы вроде бы на ходу хотели даже партию переделать. Да, да. Спасибо большое для встречи на прогнозе вечера, Иллария. Иллария тоже изменила свой номер к финалу. Будет развитие моего образа, а мы будем просто посилювать номер светлом, костюмом. И сама песня тоже трошечки оранжеванием мы освежили. И попрацевали ещё больше над вокалом. Но могли над вокалами не работать. Песни жюри как бы не заметили. Я сидел, я забыл пройти оценки. Вы добрый человек. Я желаю вам удачи. У меня чудовий вокал. Девчата, которые спевают народным голосом, я спеваю разом с ним, контрапункт. Вони спевают такое. Это очень украинское. Украинское продолжают петь и сальто назад. А вот номер менять к финалу не стали. Лишь слегка дополнили. Очень крутая женщина. Big girl, grand ma. И она из Швеции. Ее зовут Моника. И она прилетела к нам. Она занимается 17 лет брейк-дансом. Ей 77 лет. А вот и Моника. Моника, привет. Привет. Вы говорите на русском. Она знает 10 языков. Умеете ли вы делать сальто назад? Нет. Так и я не умею. Слушайте, никто не умеет. Это как бы философия больше, чем практика. Хоть сальто назад и не было, ребята смогли зацепить и публику, и жюри. На репетиции было совсем не все так гладко. Саша никак не мог запомнить, с какой стороны Коба заходить. Поэтому на выступлении Монику пересадили в зал. Таяна улучшать номер тоже не стала. Только сменила красный плащ на накидку. Таяна у вас просто эффектно. А во время песни слетела накидка. Я до последней минуты ждал, что слетит и все остальное. Но режиссера, наверное, запретили, да? Я думаю, что много кто ожидает, что с меня сейчас дать другую сухню. Но это было бы уже занадто. Время репетиции вы постоянно меняли накидки. Там красная, белая, еще какие-то. Какая же будет на финале? У нас правда будет червона. Белая накидка – это была просто для репетиции. Для того, чтобы мы уже червона не перелали за несколько раз. Все-таки муляж, макет. Еще с первого отбора Таяну все считали лидером. Мы понимали, что у Таяны очень форматный образ, форматная песня, сильнейший вокал для этого конкурса. И мы плюс-минус понимали, что вероятнее всего победит Таня. Но ей не хватило совсем немного. Готовы переставляем. На репетиции подготовка к этому номеру, как по мне, была самой масштабной. Только декорации выносили 20 минут. Мы сидели, думали постоянно, что это должно быть, как это должно выглядеть, как донести людям свой месседж, что вокруг нас происходит какая-то вакханалия в последнее время, и никто этого не замечает. Знаешь, в последнее время рассказали нам, что существуют новые планеты, придатные для жизни. Поэтому давайте засорем свою планету, чтобы улететь на другие. Это не очень хорошо. А что это такое вообще? Что на меня есть? Там переработанный мусор компьютеров, телефонов, плат. Все, что делает нас слабее, все, что нас рассредотачивает. Вот эти два наших знаковых инструмента. Да. Чуть-чуть смещайся в микрофон так, чтобы вы видели таймер. Не перепутай. Вообще. У меня будет гитара, потому что сейчас ее невозможно произвести. Я до последнего ждал выстрела в грудь. Но ребята решили полностью изменить номер. Это же было предсказуемо, что вы меня второй раз выстрелили. Люди бы смотрели финал и думали, слушай, а в него стрельнут еще разок. Но это было бы не прикольно. Поэтому мы решили сделать что-то новое, и это выглядит просто невероятно. Отвечаю, это очень круто. Кстати, синхронно запускать таймер Жене приходилось самому. Сейчас нужно включить. Оно не взорвет? Не надеюсь, нет. И у меня есть 4 секунды для того, чтобы вовремя вступить. Клик начинается. Раз, два, три, четыре. Бум. Слоу даун. Смотри, Жень, по таймеру вообще четко-четко вы сошли с секунды. Мы ее заматируем сверху еще пленкой, чтобы больше читалось в кадре. И жюри, и зрители поддержали парней. Именно они в мае представят Украину на Евровидении 2017. И лично я считаю, что это лучший выбор. Пусть они неформатны, но такую постановку Европа должна оценить. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ